добро здоровьтесь уважаемые посетители канала и так мы с вами продолжим такие образовательно полезные и я бы сказал жизненно важные беседы и так согласно экспертом google трэнс в 2017 году британцы активно искали информацию о длб я уже рассказал высоком давлении я уже рассказал и заражение крови ну прежде чем поговорить о заражении крови хотелось бы начать с того что собой представляет кровь для этого я ведь использую серьезную книгу это у нас большая медицинская энциклопедия 1960 года том 14 все как надо полезно здесь знаете блогеров нету и тут серьезные мужи которые знают свое дело и рассказывают нам про кровь ну вот что такое кровь как бы всего этого говорили что вот раньше существовала клетка существовала клетка это живое образование и эта клетка жила не где-нибудь а в мировом океане и оказывается казывается оказывается что наша кровь несколько напоминает водицу в мировом океане Несколько там больше солей То есть сохранилась такая тенденция Относительно солевого состава Относительно еще кое-какого Но были добавлены естественно вещества То есть для того, чтобы клетки нашего организма жили Они должны из водной среды получать свое питание И сюда же выделять отходы Питание, дыхание и отходы Наш организм многоклеточный Для того, чтобы создать своеобразную систему распределения Согласно вот этой книге И была природой придумана такая вещь Можно так сказать своеобразный внутренний океан Внутренний океан Который представляет собой кровь, лимфа Клетки, есть клетки Они омываются внешней или так сказать межклеточной жидкостью Которая тем не менее циркулирует по лимфатическим сосудам Попадает в кровь Там все дела там делает И естественно кровь Которая доносит питательные вещества Дыхание Осуществляет, приносит газом Ну и прочие-прочие-прочие вещи И в том числе удаляет отходы Посредством лимфы Значит из лимфы, она же межклеточная жидкость Вещества потихонечку попадает в кровяное русло Подносится к органам выделения И наоборот Таким образом Вот согласно вот этой вот книжке Такой толстой Я так кратенько вам скажу Да И еще важно отметить Что общее количество Ну как бы крови, лимфы в организме У человека примерно около 7% То есть вот эти 7% жидкости Должны снабдить клетки нашего организма Дыханием, питанием Выделить ненужные вещества Это вот основное Поэтому она должна постоянно циркулироваться Итак, кратенько я вам так перечислю Значит физиологические функции крови Это дыхательная Перенос газов в клетку и из клетки Это у нас будет питательная Трансфор питательных веществ От пищеварительного тракта внутрь И сразу же за ней следует у нас Экскреторное То есть удаление отработанного То, что клетка там использовала И все это надо удалить Поддерживает водный баланс Жизнь зародилась в водной среде Поэтому Хотим мы того или не хотим Мы должны Вернее наш организм должен поддерживать Водный баланс Чтобы у нас ничего не пересохло И в связи с этим Особенно я вот Заострю ваше внимание На сухом голодании Не надо вот его Без каких-то знаете Вот серьезных причин использовать Вот я буду на сухую На сухую На сухую Да, он оказывает Мощное воздействие Но что касается физиологии Вот тут знаете Как бы сказать Очень и очень Надо осторожно Относиться к этому Далее у нас кровь Что делает Она обладает терморегуляторной способностью Чтобы наши ручки Ножки Уши Нос Не замерзали На морозе Терморегуляторная Далее у нас защитная То есть в крови у нас Имеются Разные Антитела Там Антитоксины Лизины Там Белые ферментные Элементы То есть лейкоциты И так далее И так далее Там Много всего То что Должно Защищать наш организм Кром Распределяет Все по организму И естественно Где-то там Куда-то там Инфекция проникла Там Есть Кровообращение И начинается Значит Уже Защитная реакция Организма Далее Регуляторно Кровь циркулирует Переносит Разные там Гормоны Которые оказывают Регулирующее действие Ну так же Допустим Может туда Подносить Помимо всего Белки Жиры Минеральные вещества Ферменты Витамины И так далее Чтоб В этом участке Все это шло Так как Положено Как положено Понимаете Положено То есть Регуляторно И что бы Хотелось еще Сказать Отметить Это то что Сама кровь Представляет собой Жидкую Субстанцию Которая Должна Поддерживать Оптимальную Среду Наилучшую среду Лучше так сказать Которая Нужна Для протекания Жизненных процессов В связи с этим Там есть Ряд таких Интересных Систем Которые В случае Перекоса Начинают Это обеспечивать А именно Поддержание PH Чтоб она Не закислялась Не Защелачивалась А была На оптимальном Уровне Вот то есть Вот такие вот Системы еще Есть Заражение Крови Вот можно так Сказать Книжечку Можно эту Где-то так Вот пока Оставить Заражение Крови Ну давайте Вот спросим Что это Что это Такое Заражение Вот крови Заражение Крови Это Сепсис Гниение Системно-воспалительная реакция В ответ на Генерализацию Местного Инфекционного процесса С развитием Таксимии И Бактеремии То есть Насколько я понимаю Системно-воспалительная реакция В ответ на То есть Где-то В одном месте Появилось Воспаление И в результате В результате В результате Воспаление Идет Ответ Системы То есть Всего организма На Эндотоксическую Агрессию Значит Сепсис Является Угрожающим Состоянием Вызываемым Попаданием В кровь Необходимо Отличать От понятия Бактериами И ткани Организма Инфекции И патогенных Микроорганизмов И продуктовых Жизнедеятельность Токсинов Характеризуется Воспалительным Процессом В каком-либо Отдельном Органе Или во всем Организме Возбудителями Сепсиса Чаще всего Бывают Стрептококки Стофилококки Реже Пневмококки Кишечная палочка Синеглоройная палочка Сальмонеллы И так далее И так далее Источником Общей инфекции Может быть Нагноение Неврани Или Осложненное Течение Местных Гнойных Заболеваний Форункул Карбункул Флегмона Хирургические Сепсис Осложнение После родов Аборта И так далее И так далее То есть Это Бактериальное Заражение Мы так Кратко Пока Определили А это Значит Является Вернее Определяется Так Заражение Крови Это Сепсис 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 И все Сепсис Вот его симптомы Выявлены Значит Бактерии Которые там Делают Это все Дело Но Но Знаете Вот Я не зря Задал этот вопрос Заражение крови Значит Заражение крови Может быть Многогранным То есть Многогранным Это попадание Каких-то Чужеродных Веществ Это попадание Яда В организм Это Вот эти вот Бактерии И наконец-таки Заражение крови Заражение крови Паразитами И вот Мы Больше Остановимся На этом Процессе Заражение крови Паразитами Оказывается Оказывается Знаете Я вот Эту книжку Прочитал Тут Как раз Про Паразиты Крови И как бы сказать Был Слегка Озадачен А именно Вот мы думаем Что у нас Наша внутренняя среда Жидкая То есть Это в основном Кровь Там Лимфа Это более-менее Какие-то чистые Жидкости Оказывается Нет Далеко Нет В крови У нас Существуют И живут Огромный ряд Паразитов Ну Начнем Смотрите Одни паразиты Обитают В жидкой части Плодятся И не просто паразиты А даже Некоторые черви Размножаются Там Поймайте Вот размножаются Значит Одни в жидкой части Есть даже В белых Кровяных Тельцах Некоторые Паразиты Огромное количество Паразитов Любят Красные Кровяные Тельца Просто Их знаете Съедает На корню И естественно Если мы Да и в лимфе Свои Паразиты Есть И если мы Не обращаем Особого внимания На них Или наш организм Как-то Ослабил иммунитетик То они просто-напросто Могут нас И съесть И знаете Вот заражение Кровью Паразитами Именно на этом Мы с вами Сейчас останавливаемся И знаете Что Особенно Настораживает Настораживает Это то Что Огромное количество Вот этих Паразитов Которые Вызывают У нас Смертельные Болезни Там Возвратный Тиф Например Какую-то Геморрагическую Лихорадку Что там еще Это самое Ну короче Огромное количество Вызывается Тем Что Вот Этих Паразитов Переносят Насекомые Причем Знаете Не такие уж Насекомые Какие мы Вот От которых Мы боремся Ясно И понятно Ну допустим Клещи С клещами Мы не так часто Встречаемся А вот смотрите Дальше У нас Пошли Блохи И вши Как только Блохи С овшами Завелись Вроде бы Они там Покусывают Ну и что там Вроде там Расчесываются Вроде как Это Не так опасно Опасно то Что они Вот эту вот Заразу Которая Жрет нашу кров Паразитов Они туда Пускают Потому что Они являются Переносчиками И самое ужасное Я вам скажу По секрету Никому не рассказывайте Это только На канале Только Для Посетителей канала Больше никого Никому ничего Не рассказывайте Самое Так сказать Хреновое Страшное Да Клопов я еще Не беру Клопы уже Не так Это часто Это то Что Переносчиками Является И сейчас Как раз Начинается Значит Комары Летом Слепни Летом А вот Сейчас Знаете Появляются Вот такие Мушки Различные Которые Кусают Болючие Что аж Это самое Выгрызают Куски кожи И становится Чуть ли не Кровоподтек Вот эта Вся Зараза Начинена Разного Рода Паразитами То есть Все Что У нас Может укусить Оказывается Насекомые Переносят Вот эту Заразу Это Ихняя Так сказать Одна из Функций Перенесения Этой Заразы Поэтому Берегитесь Всего Крови Сосущего Вот действительно Если вас что-то Укусило Йодом Или еще Чем-то Прижить И так далее И тому подобное Чтобы Так сказать Сразу А то потом Проявляются Какие-то Симптомы Знаете Там Ну уж Малокровие Я там Не буду Говорить То есть Все эти Паразиты Действуют Не просто На кров Поражая Уже Готовую Кров Они Любят Кроветворение Это Костный Мозг Это Селезенка Это Лимфатические Узлы Вот они И в результате У нас Вот эти Идут Заболевания Чтобы у вас Не получилось Так Как У Миронова Андрея Вроде бы Там Прыщики Вроде бы Фурункулы Да вроде бы Можно Жить А не Видите Видите И все Дальше Дальше Все идет По нарастающей По прогрессирующей И причем Все это Так Началось Грубо говоря С простого Укуса Продолжилось Там Допустим Прыщиком Фурункулом А закончилось Там Каким Разрывом Сосуда Или еще Чем-то Чтобы вы Были Вооружены Вооружены Против Вот этих Инфекций Крови Эти заражения Крови Так сказать Вот так Сказано И все Ну и теперь Мы с вами Поговорим О том Я тут даже Почитаю вам Кое что Я зачитаю Как с этим Бороться Да Важное Дополнение Ученые Подумали 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 А как Вот Паразиты Заражающие кровь Заражающие И поражающие кровь А через нее Весь организм А как они Появились Вот в крови И оказалось Они так это Подумали Подумали Что оказалось Появились они Из желудочно Кишечного Тракта То есть Обилие Вот как раз Мы с вами Там читали Все это Там Кишечная палочка Там Та-та-ра-та-та-та-та-та Откуда она попадает Попадает Из Кишечника В кровь И при благоприятных Условиях Начинает Там размножаться Поэтому первым делом Если вы хотите Чтоб у вас была Чистая кровь И она Как бы сказать Не заражалась Значит следите За своим стулом Следите за своим питанием И обязательно Используйте Тмин Как я вас учил 1 треть чайной ложечки Семя тмина Уточкам в рот Запили все Здесь пошел дух И он все там Более-менее Более-менее Выравнивает Причем это можно делать Постоянно На всю жизнь Дозировку Больше-меньше Итак Смотрите Чтобы не было Заражений кровью Мы начинаем Действовать С кишечника Оттуда Вся зараза Идет в кровь И плюс Даже эволюционно Помимо того Что могут укусить Ну Так Да Далее Мы с вами Теперь поговорим О том Если вот Произошло Заражение Крови И я приведу Вам В послевоенные годы В нашей стране Серьезно проблемами Мочетерапии Занимался директор Фармацевтического института Кандидат Медицинской службы Дважды Лауреат Государственной премии Полковник Медицинской службы Запаса Филипп Семенович Хаминея Он полвека потратил На изучение Мочетерапии И стратил Несколько десятков Тысяч рублей Собственных средств Которые получил За государственную премию Там сталинские были На опыты И так Впервые Филипп Семенович В своей медицинской практике Применял Ауто Мочетерапию В 1936 году В городе Душанбе Когда одна из сотрудниц Их экспедиции По изучению Клещевого тифа Так тогда назывался Клещевой энцефалит Заболела От укуса клеща О чем я вам Только что говорил Болезнь развивалась Остро Температура 40 и выше То есть Организм На инфекцию Отвечает Подюмом Высокой температуры Чтобы сжечь ее Активироваться Эти там Лимфоциты Все это Свою систему Чтобы вот так Применение доступных В то время средств Было безрезультатным Больная без сознания И состояние Катастрофически ухудшалось Вспомнив лекции По Аутомочетерапии Ха-не-не-не Филипп Семенович Решил применить Этот метод Взял Мочу больной Он стилизовал ее 30 минут Охладил И начал Вводить под кожу больной По 2 мл Каждые 2 часа Уже после второго Введения температуры Больной Начало снижаться Больная быстро Пришла в сознание А на вторые сутки Стали ослабевать И другие симптомы Болезни Почти оттихла Головная боль Уменьшились боли В мышцах И суставах И так далее После 3 суток Такого лечения Практически Было получено Выздоровление Про керосин Зачитаю Керосиновая методика Лечения Которую рекомендует Паулой Гайер С помощью предложенной Методики Приема керосина Она вылечила Свыше 20 тысяч Больных И получила Патенты Во многих странах Судьба Преподнесла Ей Испытание То есть Когда она болела Там Она болела Серьезной Онкологией И не думала Что она будет Это Выйдет Замуж Или еще Что там Такое После Когда она Вылечилась Она Вышла Замуж Через 11 месяцев После выздоровления Родила сына Потом другого И даже Была Донором Донором И так Судьба Преподнесла Ей Еще Испытание Сын Заболел Детским Церебральным Параличем Болезнь Ухотела Обе ноги Они не сгибались В коленях Лекарства Не помогали Прием керосина Поднял Мальчика На ноги Через 7 дней Он уже бегал Ё-моё Другой сын Обрезал Палицы И вот Наша тема И получил Заражение Крови Лечение Керосина Позволило Через 5 дней Улучшить Состояние Больного Сына А через Месяц Была Достигрута Полное Излечение То есть Я вам Привел Еще И два Случая Как можно Поступать При заражении Крови Когда Человек Укусило Какое-то Насекомое И началось Вот это Вот Все Общее Заражение Крови В результате Клещевого Энцефалита И Наконец Таки Заражение Крови Когда Он Обрезал Себе Палец Произошло Заражение Что Че Как И Делать Вот Пожалуйста Очень Конечно Хорошо На В целом На картину Крови Будет влиять Это И голодание Для Кроветворения Вот После Того Как Вы Выходите Из Болезни И У вас Там Малокрови Или Еще Какие-то Там Проблемы Были С кровью То есть Понижено Количество Гемоглобина Можете Воспользоваться Сокотерапией Столовая Ложка Свекольного Сока Добавляете Стакан Свежевыжатого Яблочного Сока По Два Раза По Два Три Раза В день Употребляете Перед Едой И Итак Мы с вами Поговорили О Заражении Крови Которого Боятся Британцы И В чем Оно Заключается Чтоб Нам Было Ясно Конечно Там Масса И других Причин Я думаю Разобрались Самые Важные Это Прежде всего Заражение Крови Паразитами Паразитам Куча Поэтому Противопаразитарное Лечение Вы не Не запускайте Тминчик Применяйте Постоянно Животными Как-то Так Ладьте Так Чтоб Они были Чистенькие Не болели И Особенно Берегитесь Крови Сосущих Насекомых Вот Это Заразу Переносит Будь Здоров Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует